И у меня есть вопрос для Шарифа. Довольно долгое время «Белый воротничок» был сетевым шоу, а сейчас он транслируется по кабельному. Как по-вашему, есть ли реальная разница в отношении того, ну, знаете, как принимают это шоу? Считается, там в сети можно больше ругаться, там больше простора для действий, и это все формирует сериал. Вы что, думаете, что нам можно в шоу ругаться? Насколько я могу заметить, как зритель, даже не актер, шоу по кабельному просто великолепно. Знаете, великолепный сценарий, великолепные идеи. Конечно, некоторые каналы на тебя влияют и немного стесняют, но, знаете, в США прекрасный шоу. Я думаю, если различия и, ну, знаете, и заметны, то они минимальны. Ну, хорошо, а как насчет увеличения количества зрителей онлайн, по интернету? Вы, ребята, думаете об этом, или вы просто, просто работаете? Я думаю, это очень серьезный вопрос, касающийся всей индустрии в целом, индустрии, где мы работаем, индустрии развлечений. Но я говорю за себя. Проще всего сказать, мне не важно, по какому экрану зритель смотрит сериал. Я просто играю роль. И это для меня счастье, это то, о чем я должен думать. Есть другие люди, которые думают, как же мы будем делать деньги, если наш сериал смотрят по айпаду. Мы много слышим, что люди действительно смотрят шоу со сдвигом во времени, вроде это так называется. Когда мы получаем DVD с записью после трансляции, они моментально исчезают в сети, и я абсолютно уверен, что это результат. С тех пор, как это стало происходить, я больше вообще ничего не смотрю. Правда? Да. Ой, я подумаю об этом. Ну, у меня все на DVD или айпаде. Да-да, точно-точно, она обожает такса. Ну, говоря о такса, у многих актеров действительно есть твиттер. Ну, и знаете, вас заставили его завести, или для вас это как развлечение, и вы сами завели его? Вы знаете Тиффани, Тиффани в Твиттере? Правда? Да-да, она пишет, типа, «Жду ребенка». Да вы что, серьезно? Да-да, правда, прямо сегодня она писала, «Я беременна». Мне сегодня так повезло, что она написала, «Я жду ребенка», ну, а сама в это время... Мне это не нравится. Я думаю, ты можешь перечитывать твиты, когда захочешь, ну, а так, в целом, там что-то типа, «О, такая-то передача сегодня вечером по ТиВи». Не знаю, для меня это всегда будет... Хотя, как я могу говорить всегда, ведь кто знает... Ну, может, потому что я уже пожилой человек? Для меня это всегда будет что-то типа, «Поскольку начинается шоу, и пойду-ка я посмотрю шоу». Я думаю, это связано с фактом публикации твита. Постараюсь не углубляться в философии, но это связано с чувством общности. Может, люди смотрят шоу прямо сейчас? Точно, ты прямо сейчас смотришь? Именно, нужно с кем-то поделиться. Мы получаем отзывы, что люди сидят и смотрят шоу всей семьей, ведь наше шоу не перегружено стрельбой, насилием, смертями. Знаете, Джефф и другие ребята отлично проработали в плане предупреждения, ведь в шоу нет жестоких или чрезмерно откровенных сцен. Я получаю большое количество отзывов от людей прямо на улицах, да и где угодно. Они говорят, что смотрят шоу всей семьей, и это то, что мне нравится больше всего. Это прекрасно. Мы на днях спорили. Одноклассники моих детей, а они в третьем классе, смотрят шоу. Так, знаете, там есть сцена, где Нил оказывается в бассейне с Алекс, и они голые. И их снимают, ну, знаете, со спины. Так что у нас огромная аудитория тех, кто младше 14. Почему бы вам не делать это приватно? Но это здорово, что люди могут смотреть это шоу со своими семьями. То, сколько людей смотрят шоу, просто, знаете, сводит меня с ума. Знаете, я подхожу к пожилому джентльмену, к какому-то случайно встретившему старичку, и он спрашивает меня, а ты это не из белого воротничка? И как-то, знаете, я шел обратно к трейлеру с Мэттом, и у него был момент, это, Майкла Джексона. И какая-то девочка лет, знаете, 13-14, и обычная американская девочка увидела его, и... О, Боже! О, Боже! А Мэтт говорит, он же тоже в шоу, а она все... О, Боже! О, Боже! Так что было здорово видеть это, людей, которым действительно нравится шоу, и кто реально любит героев. Это была моя мама, ясно? Трудно об этом шутить. Да все нормально. Озвучила команда Double Color, специально для группы Bomber Babes. Трудно об этом шутить. ня до always has длод, и, только,